Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 26 января, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Петра и Иакова. Мир и благословение Божие, да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня также с этой церковью воспоминает преподобного Ильязара Анзарского. Родился святой в городе Козельске в семье купцов Севрюкиных. По благословению родителей удалился в Соловецкий монастырь, где принял постриг от игумена преподобного Иринарха. В монастыре открылось его удивительное художественное дарование. Он обучился резьбе по дереву и участвовал в украшении Преображенского собора. По благословению игумена он удалился на Андерский остров, где стал отшельником и постоянно пребывал в молитве и богомыслии. Чтобы добыть себе пропитание на пустынном острове, преподобный Ильязар вырезал деревянные чашки, которые оставлял на пристани. Проплывавшие мимо острова забирали чашки, а взамен оставляли припасы. В 1616 году преподобный Ильязар был пострижен в схему. Иноки, собравшиеся вокруг преподобного, образовали скит со строгим уставом иноческого жития по древнему образцу. Монашеские кельи были построены далеко одна от другой. Отшельники собирались вместе только для субботних и воскресных богослужений. Келейная молитва сочеталась с тяжелым телесным трудом. Среди учеников преподобного Ильязара был священноинок Никита, будущий патриарх Никон. Царь Михаил Феодорович, зная о подвижнической жизни святого, вызывал его в Москву. Там преподобный Иринар предрек ему о рождении сына, за что царь щедро одарил его и помог устроить на острове каменный храм во имя Престой Троицы и обитель. Преподобный Ильязар занимался книгописанием. Он составил и переписал три книги цветника, в которые вошли старинные повести. Ему принадлежит также толкование начинки лейного монашеского правила. Скончался преподобный Ильязар в глубокой старости. Наверное, многие церковные люди на вопрос, в чём смысл христианской жизни, сообразят, что здесь нужно воспроизвести слова преподобного Серафима Саровского, который говорил, что «радость моя, смысл христианской жизни — в стяжании благодати Духа Святаго Божьего. Стяжи Дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Эти слова, они настолько уже обыденные, столько мы их многократно слышали и в проповедях, и сами читали, и в беседах, что, кажется, так всё просто и понятно. Но насколько эти слова являются руководством в нашей жизни? Потому что вера от слышания, слышание от Слова Божьего, а без дел вера мертва. Очень часто мы говорим правильные вещи, но не слушающий Слово Божие будет оправдан, а исполняющий, исполняющий волю Отца Небесного. И вот здесь очень большая проблема. Что мы относимся к духовной жизни очень формально, очень легкомысленно, очень несерьёзно. Ну а точнее мы думаем, что научившись читать определённые тексты на славянском языке, приучив себя раз в неделю заходить в церковь, и, может быть, с более-менее настроенной регулярностью участвовать в церковных таинствах. Вроде как этого и достаточно. Но преподобный говорит вот о чём. Стяжи, приобрети дух мирный. Стяжательство, оно, наверное, многим из нас понятно, потому что оно как-то в жизни активно присутствует. Человек очень сильно заточен на приобретении земных благ. Поэтому и работает порой на нескольких работах. И очень обеспокоен и повышением зарплаты, и карьерным ростом, и увеличением благосостояния, и улучшением транспортного средства. Это то, о чём больше всего болит сердце человека. О том, как он в жизни, насколько благополучно устроен, насколько модна его одежда, насколько вкусна его еда, насколько комфортен его быт и отдых, который он себе планирует. Заботы во многом занимают его ум, сердце, беспокоят в гораздо большей степени, чем занимает вопрос «Господи, а как умирать-то мне будет?» Как говорил преподобный Серафим. Нельзя назвать человека, человека, который не беспокоился бы об этом вопросе. Как и что я скажу перед Богом на суде? Причём очень скоро. Для многих сегодня вечером ежедневно тысячи, если не десятки тысяч людей по всему миру предстают на Божий суд. Рано или поздно среди этих людей окажется каждый из нас. Рано или поздно. Но наше беспокойство о мирском, оно настолько вытесняет беспокойство о духовном, что человек абсолютно невнимателен к жизни. Но в духовных вопросах мы должны быть такими, даже не такими, как в бизнесе, а гораздо в большей степени хваткими, вдумчивыми, деловыми. Мы должны быть заточены на то, чтобы умножить благодать, стяжать в своём сердце, об этом думать, об этом переживать, искать способы, искать удобные обстоятельства для того, чтобы приобрести благодать Божию. И тогда мы будем внимательны, будем внимать тому, что Господь нам говорит. А Господь нам постоянно что-то говорит, Он нас ведь пытается вести, Он-то очень сильно хочет нас спасти, Он хочет нам святости, Он хочет, чтобы мы стали наследниками Царствия Небесного, Его детьми. И Он нам говорит через обстоятельства жизни, порой напрямую, через людей, через книги. Но у нас это совершенно не фиксируется, потому что наш мозг, ум и сердце заняты абсолютно другими целями и интересами. О, если бы человек хотел стяжать благодать Духа Святаго Божьего, тогда, как одна сестра милосердия, она заметила, это говорит, так полезно выполнять советы. Правда, часто мы даже не пытаемся услышанные на проповеди воплотить в жизнь. Вот, например, читать перед молитвой, ну, читать имеется в виду святоотеческую литературу, кажется, что после этого совсем мало времени останется на сон, а уж утром так вообще некогда. Но ведь молитва важнее, чем все остальные дела, и важно на нее настроиться, чтобы не впустую тратить время. И вот старец Паисий, если молитве предшествует недолгое духовное чтение, то оно ей очень помогает, потому что и душа от такого чтения согревается, и ум переносится в духовную область. Поэтому если у человека, которому в течение дня приходится отвлекаться на многое, есть 10 минут для молитвы, то ему очень хорошо бы две минуты этого времени почитать что-то сильное, чтобы прогнать рассеянность. Это когда человек настроен на духовное, то тот совет, который он услышит, а ведь мы, наверное, многократно, и, по крайней мере, в рамках церковного календаря об этом говорилось, но можно же это все слушать, умиляться, говорить, да, здорово, батюшка как правильно все говорит, но оставаться в том же инертном состоянии, в котором, ну, и вся наша жизнь вот в застойном болоте проходит. Если бы мы хотели спастись, мы бы за каждый духовный совет хватались, как за спасительную соломинку, пытались его практически в жизни усвоить. Ну, время на покаяние и на исправление милостью Божией еще есть. Будем пытаться измениться. Помогай нам всем, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok